Мы продолжаем следить за судьбой семьи, которая недавно прилетела в столицу региона из неспокойной Луганской области. Молодые люди Алексей Ильницкий и Виктория Ковтун уже привыкли к северной погоде и сейчас чувствуют себя вполне хорошо. Но главное, они в безопасности. Они даже обзавелись временным жильем. Бесплатную крышу над головой беженцам предоставили в комплексном центре социального обслуживания Нинецкого округа. А многие неравнодушные горожане после выхода в эфир нашего первого репортажа об этой семье звонили и предлагали свою помощь. Передаем привет маме и папе, сестре, брату, нашим друзьям Дашке, Ярику, Артуру. Мы вас очень любим и скучаем за вами. Привет родителям, всем, кто нас знает. Мы очень скучаем. Не переживайте за нас, у нас тут все хорошо. Нас приняли очень хорошо. Слезы, душевная боль и неспокойство. Алексей и Виктория теперь все чаще стали улыбаться, хотя страшные воспоминания до сих пор мелькают перед глазами. Всего пару месяцев назад они и подумать не могли, что новая для них жизнь начнется уже так скоро. Оставить старой пришлось практически все. Жить в ней уже было небезопасно. Стреляют, обстреливают, самолеты летают, бомбы скидывают к нам в посадки, куда возможно. В поля. В поля, да, в шахты, в копанки. Живет семья вот в этой небольшой комнате. В углу диван, рядом шкаф, хотя большинство полок пустуют. Вещей у Алексея и Виктории не так-то много. Но главный предмет в их комнате, конечно же, ноутбук. С помощью него молодые люди звонят по скайпу своим родным и близким. Раз в день их кормят бесплатным обедом. Завтрак и ужин готовят сами. Вот только с деньгами становится все труднее. Нам помогает тетя все. Там может с продуктами, с деньгами. Медицину мы проходили, она все оплачивала. Ну, там уже оплачивать надо было. Ну, все, тетя пока помогает. Виктории уже и работу предложили, но идти на нее она пока не может. У девушки, как и у Алексея, до сих пор не готовы все необходимые документы. Накануне федеральная миграционная служба им отказала в статусе беженцев. Сказали, мол, по понятиям закона не подходите. Я так поняла, по их словам, по ФМС, если мы бы сюда пришли полураненными, истекшими кровьями, тогда бы нам дали. А так, то, что мы пришли сюда нормальными, без всяких ран, без ничего, нам отказали. Мы отправились в миграционную службу. Василий Юдин, это начальник отделения по делам миграции, сказал нам, что молодая семья не подходит под статус беженцев. Их жизненная ситуация не входит в перечень понятий, которые прописаны в законе. Словом, боевые действия в родной стране – это не причина, чтобы получить важный статус. В принципе, там обстановка была спокойная, территория контролировалась ополченцами. И вот когда стали приближаться боевые действия, да, именно из-за боевых действий фактически эти граждане и уехали. Сами они нигде не принимали участие, скажем так, в митингах, демонстрациях, в открытых средствах массовой информации, где-либо свое мнение не высказывали, да, то есть угрозы им, соответственно, не поступали. Личного преследования граждан со стороны других граждан Украины не было. То есть под статус беженца касанная категория иностранных граждан не подпадает. Сейчас Алексею и Виктории предлагают оформить временное проживание на три года или же получить документ на временное убежище. Он действует один год и в дальнейшем его можно будет неоднократно продлевать. Только придется отдельно оформлять еще и разрешение на работу. А это значит, впереди у молодой семьи очередная бюрократическая волокита. Продолжение следует...